Близится самая приятная пора года. Теплое лето, лучшее время для отдыха. Теперь не нужно откладывать и копить на премиум танки. Они доступны всем в кейсах на Крэйзи Вод. От малыша Т-127 до гиганта Лёве. Прям от одного дня до 365. На сайте всегда, кроме привычных танков, можно встретить и актуальные премиум машины. А для всех подписчиков действует промокод на плюс 15% к пополнению. Пополнившие от 299 рублей получат кейс в подарок. Всем привет, друзья. Довольно мало в последнее время новостей, связанных с World of Tanks появляется. Наверное, как-то коронавирусная вся эта эпоха дала себе знать, в конце концов. Не все так много работали, как раньше. Ну и сегодня поговорим про ЕСМИС-5ТС. Его давечи тут продавали в пакетах. И самое интересное в этом всем деле было, что к нему еще прилагался 3D стиль камфгруппа Беккен. А вы знаете, как я люблю все это дело рассматривать, поэтому пропустить такое событие я, само собой, не мог. Но чтобы не обвиняли, продажи все давным-давно закончились, поэтому кто не успел, как говорится, следите сами за обновлениями премиума магазина. Не моя задача. А сегодня мы поговорим именно про стиль. Называется он, повторюсь, камфгруппа Беккен. И по описанию ты такой думаешь, что это что-нибудь серьезное, да, здесь какая-нибудь камфгруппа, что-нибудь такое прорывное. А оказывается, что Беккен приводится как бассейн. И в описании этого стиля речь идет про тактический тазик. И ты понимаешь, что это очередная выдумка художника, фантазия на тему, ничего здесь ни с чем не связано, танк не существовал нигде никогда. И, собственно говоря, ровно так же и стиль к нему, да, нигде никогда общего ничего с реальностью не имел. Что здесь интересного? Стиль показывает некий вариант танка, который был бы, если бы танк участвовал в реальных боевых действиях. То есть его крыша покрыта некими экранами против авиации. Само собой в коллижном модели машины они отсутствуют, то есть они просто визуальны, как и пулемет зенитный, который тоже для этой же цели есть. Само по себе исполнение танка в таком немецком уже духе очень часто встречается нанесение циммерита на машины, чтобы избавиться от магнитных мин, которые приклеивались к корпусу, а благодаря этому слою просто с него отваливались. Но и башня. Башня по кругу оформлена всем, чем только можно. Ну, как обычно в игре, чем можно оформить? Колесами, остатками гусениц и некими вот внезапно тряпками. Орудие украшено остатками маскировочной сети. Она довольно мило так как бы надорвана и кое-где свисаются какие-то мошметки. Смотрится хоть и не особо ново, но все-таки все равно свежо, такой вот второй нет. У нас есть какого-то там у Суперконя аккуратно обмотанная пушка или там у Су-130ПМ, а здесь вот прямо вот такая вот тема. Особенно интересно смотреть, как эта пушка двигается, когда танк стреляет, сетка немножко изгибается там и так далее. Ну и все остальное как бы из привычных материалов. Ничего здесь такого интересного нет. Если вы узнали модель пулемета, например, напишите в комментариях, я вот особо не разбираюсь. Ну и возможно кому-то было бы интересно. Можно прикинуть, как бы он стрелял по самолетикам, если бы они, конечно, в игре у нас пролетали. Это касательно башни. Корпус сам тоже не менее интересный, если приглядываться. Но нужно помнить, что он и в оригинальном Y75 TS, в принципе-то не скучный. Там и бортовые экраны себе и всякого разного другого понавешано. А здесь просто добавлено различные какие-то вот, не знаю, пайки, лопаты, шансовый инструмент. С передней части видно красивый ярко-красный цемерит. По бортам машины, помимо того, что у нас и без того, повторюсь, были экраны раньше, они сделаны стилистически интересно. Например, у нас за одним из них лежит чемодан, и задняя часть экрана якобы в боевых действиях вся поотвалилась. И разработчики, или кто не знает, художники, танкисты, все вместе, короче, решили, что было бы здорово ее сделать на манер такой, ну типа, созданный в полевых условиях. Типа, мы ее слепили из того, что было. Клево уж, да, такого еще не было. Довольно оригинально смотрится. Вроде бы, думаю, что справа это колхоз, а потом пригляделся, нет, справа это еще, оказывается, возможно, заводского исполнения. Вот слева, да, настоящий колхоз. Ну а здесь у нас крупно видно, опять же, щитки, закрывающие моторный отсек. Ну а с другой стороны, в экранах добавилась вот такая вот дырка сквозная. Но при том, как будто бы снаряд пролетел не в ту сторону и снаружи в танк, а наоборот. Вот так вырваны здесь все эти листы. Уж не знаю, что хотел изобразить здесь художник. Самое, наверное, интересное здесь, именно в задней части машины, на корме, да, тактический тазик. Все-таки группа Бэкон, да, группа Бассейн. Здесь еще помимо того, что тазик есть еще и запасные канистры с топливом. Ну и, пожалуй, самое интересное, чему внимания нигде в описании не уделялось, это не ящик с Пантерой, а то, что под ним. Это зеленый, яркий, габаритный огонь, который, мало того, еще и мерцает. Ну, в смысле, как, когда камеру от него влево-право крутишь, он отблескивает. Очень круто. Смотрится прям, ты такой вот смотришь на танк, ну, типа, да, окей. И тут раз, яркая зеленая вспышка, ты такой, опа-на, че это? И взгляд моментально приковывается, и до тех пор, пока ты не знаешь, что он там у тебя есть, бог с ним. Но как только знаешь, то пока играешь, так и глядишь постоянно на него, посматриваешь. Интересная такая прям, ну, как тряпка для быка. Притягивающий элемент, короче говоря. Ну, а в остальном, и в целом, Е-75 ТС, само собой, в игре у нас не менялся. И он по-прежнему неплох. Неплох в том смысле, что он идеален для того, чтобы сражаться с танками своего и низких уровней. Он просто, ну, по-настоящему, прям вот Е-75, Е-75. Никакой не будет там тебе ТС. Единственное, пожалуй, что в данном случае омрачает весь успех, это то, что орудие сводится очень долго. И это часто некомфортно. Но, извините уж, все комфортно у машины сделать нельзя, потому что у нас, мало того, отличная комбинация здесь из бронирования и мобильности. Чего мы еще хотели? Еще и пушку сверхкомфортную. А не жирно ли будет? Ну, вот, и поэтому, чтобы не было имбой, оно вот так вот. И, тем не менее, если перетерпеть сведение и уделять ему как можно больше внимания, то даже вы сможете метко вполне себе стрелять по противникам, что тоже в нашей игре, согласитесь, немаловажно. Ну, в этом видео, наверное, обсуждать сам танк смысла особенного нет, потому что я делал для этого отдельное видео, которое было, как раз и приурочено к полным разборам всем ТТХ машины. Ведь известно, что она впервые появилась у нас в новогодних коробках, которые были в декабре-январе, да? И с тех пор прошло ровно полгода, как его решили показать в общей продаже, безо всяких там этих вероятностей и выпаданий. Собственно, особо какого-то внимания данный танк не получил в своих новогодних коробках, потому что вместе с ним одновременно еще был двухствольный парень. Уж известно, что двухстволка это мастер хайпа и кликбейтов, в отличие, например, от обычного немца, который, ну, чем выделяется? Ну, он чуть быстрее, чем другой тяжик, чуть бронированнее, чем СТ-шка, ну и как бы все, да? Особо ярких качеств нам не было, и поэтому он как-то и остался в тени. Ну, а сейчас, когда его явили в продаже отдельно, наверное, могу сказать, что он вполне себе достойный агрегат, он отличный прем-танк и прекрасно выполняет свою главную роль, то есть хорошо фармит, играется неплохо, и танк, ну, весьма такой по своему времени хорош, то есть он не требует какого-то отдельного навыка для игры, он не требует отдельно особенного скилла, потому что это не какой-нибудь там очередной картонный барабанчик, который там вот бла-бла-бла какой-нибудь суперсложный, не супербыстрый, который его убивает очень быстро, какой-нибудь колесный. Нет, самый классический танк, который прям можно себе представить, ну, типа такой вот а-ля Лев на минималках. У него меньше корпус, меньше масса, больше подвижность, ну, а в остальном и в целом по уровню и типу геймплея они очень сходны. Единственное, правда, несмотря на то, как они похожи внешне, да, силуэт башни и нация, тем не менее параметры орудия у них прямо вот, ну, диаметрально противоположные. Если у Льва стабилизация вообще одна из лучших, пробитие имеется, все в порядке, то у нас стабилизация и сведение это прям наказание. И вот повторюсь уже, второй раз говорю, но если бы не это, вообще машина была бы прекрасна, а так у него есть недостаток. О, как прикольно, да, забланил артиллерию. Казалось бы, что он там стоит, выцеливал ПТ-шку, но тем не менее попал во рту. Мило и приятно. Вообще, если вспоминать мое первое знакомство с этим танком, как только он появился, у меня прям, ну, была масса негативных эмоций. То, как его пробивали и куда пробивали, это удивляло даже уже видавшего вида игрока. И в дальномеры там, в эти по бортам башни, и да в маску, да везде, да куда угодно, да просто прям вообще нет места, где спрятаться, чтобы тебя не пробили. И после всего этого как-то я с опаской к этой машине подходил второй раз, но оказалось, что зря она сейчас, в настоящий момент, в рандоме, ну, что-то прям совсем хороша. Ну, потому что, если попал в бой с семерками или с восьмерками, и есть место, где можно и от рельефа сыграть, потому что отлично гнется пушка вниз, и какие-то городские стены или углы, или большие камни, которые позволяют нам от борта потанковать, то вообще нет проблем. Но кроме того, что каждый раз попасть метко, это вызов. А в остальном, реально, танк дико понравился со второго раза. Если он у вас есть, то советую попробовать покатать. Ну, как есть, если вы, конечно, вдоняли новогодние коробки, или решились на покупку, которая уже закончилась. В общем, машина вполне себе сносная. Не могу сказать, что она прям самая топовая и лучшая из всех на свете. Нет, ну, я думаю, что она вполне заслуживает там где-то 8 баллов из 10, среди всех премов, ну, может быть, даже переходящую в 9. Единственное, вот, если бы не это долгое сведение, которое прям, ну, вот, вообще выморажит, особенно вблизи, когда нужно метко попасть в какой-нибудь лючок, или в НЛД, или в уходящий какой-нибудь корпус, или в каток, то вот ты часто промахиваешься, потому что поспешно стреляешь. Этот танк таких не любит, а это я, поэтому он меня не любит, и мне с ним долго и тяжело пришлось сражаться, собственно говоря. Ну, а бой заканчивается у нас, в принципе, на позитиве. Два у них сильных восьмых уровня, это Супер Першинг, ну, в смысле сильных, я имею в виду важных и целых фуловых, на них взяли и поотдавались, а наш Хеллкэт умничка их всех повысвечивал, я их тут с центра всех распилил. Дальше выцеливаю Сушку, которая мне прям, ну, полжизни сломала, своим уроном на 500 в начале боя. Она сейчас фугасом зачем-то стреляет, вообще непонятный игрок. И все, в общем, здесь уже всех остальных нашел. Здесь пулька не залетает в китайца, но у нас внезапно в команде есть ртавод, который дает сверху. Ну и, в общем, остался только, что там, полтора незначительных танка, одного убивают без меня, а на Хеллкэт я поспеваю. Оказывается, он откатил и стоит вот здесь вот, находится, и кроме меня, пока о нем не знает никто, потому что эту пульку получил я без засвета. Ну и вот тот самый случай. Да вроде кажется, ну что там, в Сальва бы даже, ну, сводиться в таких случаях не нужно было. Танк, он весь в прицеле, практически, ну, полетело бы в него явно, а здесь нет, капризный танк. Нужно досвестись, даже стреляешь, когда в упор, в картоненькое. Вот что в нем, прям, из-за особенностей-то. Ну, на этой ноте откланяюсь, спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если вам видео понравилось, подписывайтесь на канал обязательно, ставьте колокольчик, чтобы видео не пропускать. У нас их не очень много в последнее время выходит по танкам, так что поддерживайте начинание. Напишите в комментариях, какой танк вы бы хотели, чтобы мы в очередной раз поразбирали. Если кто-нибудь написал, уже ваш, поддержите его комментарий. И по самым топовым комментам я сложу какое-то мнение. Ну, а теперь точно все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok